18.12 в Нижнем Новгороде 18.12 в Нижнем Новгороде — обслуживание многоквартирных домов, мне кажется, весенние. На самом деле нужно интересоваться обслуживанием домоуправляющими компаниями многоквартирных домов. На мой взгляд, интереснее и перспективнее вещь. Значит, что касается лицензирования, у нас поправки жилищный кодекс действуют, которые теперь жестко регламентируют правила работы домоуправляющей компании. Это, кстати, реакция, в том числе, на многочисленные жалобы жителей не только Нижнего Новгорода, но и других городов страны на качество работы домоуправляющей компании. И в поисках управы на домоуправляющие компании, в поисках эффективного механизма по тому, чтобы те домоуправляющие компании, которые работают плохо от них, избавляться, вот новые поправки появились. В частности, обязательно лицензирование работы. И сейчас, до 1 мая, должна была завершиться работа по лицензированию. В нашем городе 77 домоуправляющих компаний различной крупности. Как вы все знаете, уважаемые нижегородцы, у нас есть 8 домоуправляющих компаний таких больших. Это те, которые у нас остались еще от того времени, когда они были муниципальные по каждому району. Но и, видите, 71 домоуправляющая компания различной. От одного дома до нескольких, которые сами по себе образовались. Ну, вот как раз ради них-то и придумывалась эта идея относительно того, чтобы появилась конкуренция, появились альтернативные домоуправляющие компании, чтобы они могли конкурировать. Теперь начали процесс лицензирования. Выяснилось, что вот на сегодняшний день, это не окончательная информация, потому что еще есть два дня, 25 домоуправляющих компаний это лицензирование не прошли. Это очень много. Это очень много. Если всего 70 там, то есть лишнее. И сейчас мы ждем от жилищной инспекции, а именно она, областная жилищная инспекция, проводит процедуру лицензирования. Ждем четкую информацию относительно названия этих домоуправляющих компаний, количество домов, которыми они занимаются. Для того, чтобы просто понимать, что делать дальше. Хотя наше общее понимание, оно есть. Это мы должны, это то, что мы администрацию города должны будем организовать в кратчайшие сроки, потому что дома не могут оставаться без управления. Но конкурсы. Я с тревогой отношусь к этой информации. Вообще, работа, она очень непростая. Причины не выдачи лицензий. Что это? Аргументировано ли это такое решение? Нет ли здесь... Корыстный заставляющий? Ну, корыстный, конечно же, нет ошибочных решений. По моей информации, ряд домоуправляющих компаний просто не подали заявки на лицензирование. Это в том числе и, может быть, как обычно, не только жители не знают своих прав, но некоторые домоуправляющие компании, на мой взгляд, с разгильдейством отнеслись к этому вопросу. Что сейчас лицензию не получат, будут бегать и вызывать к справедливости после того, как завершится срок. В результате, я уверен, что мы будем еще продлевать сроки для того, чтобы дать вот таким вот... Ну, это вообще жилая инспекция будет решать, не администрация города. Дать таким компаниям, подать документы, и чтобы жители не переживали какие-то потрясения. Без управления не останутся жители, волноваться здесь не надо. Вот то, что проходит вот такая непростая система корректировки законодательства, ужесточения законодательства, вот к этому нужно привыкать, и требования повышаются. Есть побочный эффект, об этом с вами Илья говорили. Домоуправляющие компании частные, они сегодня все практически частные, то есть у нас есть в 8 домоуправляющих компаниях 25% доля города. На работу домоуправляющих компаний это никоим образом не сказывается, потому что устав четко гласит, что мы только закрытие, либо смену собственников можем влиять. Но вот так вот были в свое время сделаны договора, на мой взгляд, тоже ошибочные. И вообще отказ от муниципального управления жилым фондом, он ошибочный. Что я показал в прошедшее время, сейчас нам частные компании в массовом порядке скидывают, просто вот этим термином пользуюсь, неликвидные дома, те, которые им не приносят домоуправляющим компаниям прибыль. Это дома 5-6 категории, их у нас в городе достаточное количество, там, где жители своими платежами не в состоянии покрыть, не то, что набрать средства на капитальный ремонт, но их не хватает средств даже на нормальное обслуживание. Просто обычные дома народной стройки, ветхие дома, у них и так у этих людей огромные проблемы с качеством жизни вот в этих домах, еще и они остаются без домоуправляющих компаний. Если бы они были муниципальными, то эти домоуправляющие компании, мы бы, конечно бы, на мой взгляд, справедливо, вы занимаетесь домами доходными, значит, нужно при поддержке, в том числе, городских властей и належащим образом обслуживать дома, которые в плохом состоянии находятся. Нет, домоуправляющие компании говорят, так, мы здесь зарабатываем, а вот здесь кто хочет, пусть кто-то занимается. А как это значит? Это значит, что либо жители должны повышать плату за управление своими домами, то есть идти, так сказать, на повышение стоимости обслуживания. Ну, это невозможно, потому что... Да это невозможно просто, то есть люди не могут, они эти суммы платят еле, и их не хватает, а во-вторых, там в основном не очень богатые люди проживают. Значит, это становится проблемой города, городского бюджета. В результате мы создали компанию «Зелёный город», многим жителям она уже знакома, и, кстати, её сильно критикуют, потому что «Зелёному городу» достается самый плохой жилой фонд, то есть тот, от которого отказались домоуправляющие компании частные. Вот мы сейчас за счёт городского бюджета содержим эту компанию и доплачиваем за содержание и ремонт неблагополучных домов. Вот такая вот ситуация у нас. Возможно, к этому вопросу вернёмся, если будут соответствующие вопросы, 42-30-99-5, кнопка 5, сейчас переключимся на информацию с дорог города, вы же пока можете дозваниваться и оставлять свои вопросы на СМС-портале. Кондрашов. 18.25 показывают часы в студии ННРадио, мы сегодня, напоминаем, говорим о городских проблемах, у нас в студии глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, ваши вопросы мы принимаем по всевозможным каналам связи, я, кстати, ещё скажу, что ответы на вопросы прошлого эфира по традиции мы вложили в нашей группе ННРадио ВКонтакте, все, кто задавал вопросы, можете ознакомиться, всё это в приложенном документе. Ну, а сейчас я предлагаю переключиться на первый звонок, который к нам поступил, Ксения на связи, Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу аттракционов Нижнего Новгорода. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь ответственные городские структуры, которые должны проверять их на безопасность? Потому что иногда вид отдельных качелей-каруселей, честно говоря, насораживает. Это вы про качели-карусели, понятно. Ну, дворе, видимо, который, я так понимаю, нет. Нет, 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 я думаю, что про парковые, да? Вот сейчас Ксения узнаем, Ксения ещё с нами. Ксения, вы про какие конкретно говорите? Карусели и качели? Которые в парках. У меня, кстати, тоже некоторые качели-карусели, которые в парках вызывают настороженное чувство таким. Но справедливости ради нужно отметить, что они находятся под очень серьёзным контролем. Не городских служб, хотя мы в комиссию входим, вообще отвечает за их техническое состояние инспекция гостехнодзора Нижнего Новгорода. Вот эта служба контролирует, и сейчас, кстати, они проходят проверку, им там выдают так называемый талон-допуск на эксплуатацию в летний период. Эта организация проверяет, я думаю, что можно здесь не сомневаться относительно серьёзности. Каждый аттракцион проверяется без этого талона допуска. Кстати, его, если есть сомнения, можно и запросить у администрации. Если вы хотите посадить ребёнка на какую-нибудь подозрительную карусель, спокойно, можно сказать, у вас есть такой документ, который безопасность подтверждает, обязательно администрация должна иметь. У нас, по-моему, порядка 150 таких вот серьёзных аттракционов, которые требуют технического надзора в городских парках. И они обязательно будут все проверены. Я же 1 мая начинаю парковый сезон. Если они будут работать, значит, они такой допуск имеют. А если они работают без допуска, это уголовное преступление, не дай бог что-то случится. Это, ну, там, тюрьма 100%, поэтому вряд ли кто будет так рисковать. — 42-30-99-5, кнопка 5, телефон прямого эфира. Я сейчас предлагаю поговорить ещё о одной теме, которая тревожная и важная. Смотрим на то, что происходит в Забайкалье, на Алтае, то, что происходит, и в сводках на НН-радио тоже мы каждый день рассказываем о том, что нет-нет, но сотрудники МЧС фиксируют тот самый пал травы, не за горами. Пожароопасный сезон, и сегодня вы смотрели как раз, у вас был смотр пожарной техники. В каком состоянии находится вот эта пожарная защита города, сколько единиц нас охранят? — Да, сегодня был смотр объединённой группы лесопожарных расчётов наших, городских, это городская служба. Впервые, вот в прошлом году мы приняли решение приобрести необходимую технику и создать такую мощную, вот не побоюсь этого слова, мощную группу для того, чтобы бороться с лесными пожарами. У нас на территории города Нижненограда находится порядка 9 тысяч гектар, которые называются лесными зонами. Основная, это, конечно, Нижегородский район, Зелёный город, это Превовский район, Щёлковский хутор и то, что называется, вот Превовская слуда и так далее. Это Автозаводский район Стригина и Сормовский район Дубравный, Берёзовые поймы. Всё достаточно серьёзно и пожарная опасность существует, несмотря на вот такую дождливую весну. Тем не менее, моментально всё высыхает и видим по тому, что происходило в Хакасии, вспоминаем опыт 2010 года. Это всё страшное очень дело, и нам необходимо быть готовыми к тушению любого пожара. Задача сейчас, в первую очередь, это профилактика. Здесь вот как раз наш разговор на радиостанции этому служит. Нижегородцы должны быть предельно аккуратны с огнём в лесных зонах. Вот это всё пресловутые поджигания травы. Ну, потому что режим действует. Это какая-то, я не знаю, глупость, которая приводит к очень серьёзным последствиям. Ну и при разведении костров в лесных, во время лесных прогулок, пикников, это тоже очень небезопасно. Нужно быть предельно аккуратным. Далее у нас вопрос подготовки всё необходимого для тушения. Технику купили, как мне сегодня доложили, в советские времена столько не покупали. У нас сейчас 85 единиц техники, в основном она сейчас вся новая. Кадров хватает для такого качества? Хватает всё. Сегодня смотрели даже эвакуацию. Например, Зелёный город полностью со всеми жителями. Мы сегодня такое учение теоретическое, конечно, проводили. За 45 минут выезды всех жителей, включая отдыхающих, это почти 3,5 тысяч человек, с территории Зелёного города и то же самое по другим участкам. В общем, вопрос очень непростой. Я хочу заверить нижегородцев, что мы к новому летнему сезону готовы. Но единственное, вот я только здесь вот немножко позволю себе пофилософствовать, или я относительно профилактики и запретов. Вот я по-человечески не очень хорошо отношусь к тому, что 17 марта мы объявляем пожароопасный сезон, вход в леса запрещен. Ну, вроде как приняли, но что же за жизнь такая? В лес не выезжать. Живём в городе, вокруг нас леса, народы и достояния, между прочим, а выезжать в леса нельзя. Я понимаю прекрасно моих коллег из Министерства по чрезвычайной ситуации и вижу, что они к чему приводят последствия и какими затратами приходится идти на то, чтобы бороться с этими пожарами. Но вот такое поголовное запрещение, это тоже, тем более 17 марта, нужно подождать, если действительно наступит такая ситуация, может быть, её ещё полностью прекращать. Ну, неправильно это вот. Я думаю, что буду критикуем со стороны коллег за вот это вот мнение, но я не поддерживаю. Мы должны совершенствовать работу специальных служб, но это не значит, что наши жители не могут в лес выходить и провести какой-то пикник при соблюдении, конечно, правила. Всё это происходит из-за того, что мы мер не знаем, и что безответственно себя ведём, ну, вот эти все костры, трава, бросили, а то ещё из хулиганства разведут побольше этот костёр и таких тяжёлым последствиям приводят. Ну, это всё, вот давайте... Всё за эту, короче, сознательность. Распространённая проблема, там, ну, давайте, пиво на стадионах. Это только... Вот у нас принимаются решения о том, что ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах. Ну, это... Я понимаю, правоохранительные органы, они решают проблему с каким-то порядком на стадионе. От греха подальше называется. В результате у нас... Ну, все же сравнивают. Почему там на стадионах, огромных стадионах Англии, Германии, Италии или, например, там, хоккейных стадионах Соединённых Штатов Америки нормально сидят люди, выпивают пиво, да и полицейских причём не видно. У нас же каждый пятый сотрудник правоохранительных органов пиво пить нельзя ни в коем случае, зато все вон открываются двери, побежали к багажникам автомобилей приводить себя в должное. Те, кто этого хочет, ну, кто хочет, конечно, найдёт. Ну, что мы этими запретами добиваемся? Ничего хорошего, на мой взгляд, это нет. Надо уметь работать с населением и эффективно работать. Ну, а населению, чтобы в такие ситуации не попадать, нам самим нужно повышать свою культуру и ответственность, потому что, если что-то наделал, то нужно отвечать по полной программе. 42-30-99-5, кнопка 5. Предлагаю переключиться на следующий вопрос от нашего радиослушателя. С нами на связи Иван. Иван, добрый вечер, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый вечер, Олег Александрович. Добрый вечер. Суть проблемной вот следующим заключается. Вот аллея, которая идёт к староярмарчному собору, представляете, да, от ярмарки. Да-да-да, это вот пешеходная такая, да? Да-да-да-да, пешеходная, всё правильно. Вот на пересечении с улицы Должанской, вот по обеим сторонам дороги, очень высокие бордюры. Вот, и мамочкам с колясками очень сложно переходить данную дорогу. То есть там никакого ни съезда, ничего не сделано? Там абсолютно ничего нет, да. Поэтому вот хотелось бы обратить на это ваше внимание, чтобы вы там поручение дали. Место знай, но вот, конечно, на эту деталь не обращал внимания, обязательно скажу. Это, конечно, не дело. Исправим. Сделать съезд нужно будет. Да, спасибо. Вообще, раз уж затронули тему благоустройства, в том числе сейчас ведь продолжается месячник по благоустройству, какие-то определённые уже итоги подводятся. На самом деле, немножко цифр, немного о том, как всё это дело проходит на Смирном Новгороде. Работа ведётся большая, и субботники проводим. Я ещё раз хочу поблагодарить всех неравнодушных нижегородцев, которые принимают участие в организованных субботниках и в составе администрации районов, учебных заведений, промышленных предприятий. Спасибо вам большое на ведение порядка в нашем городе, в нашем большом доме, где мы вместе живём. Это, мне кажется, никогда не будет лишним. Ну, а что касается тем, кому это положено заниматься, коммунальным структурам, есть у меня многочисленные замечания. То есть вывезено много. Там какие-то страшные цифры. 86 тысяч кубометров мусора. Это правда. Вывезено вот столько. Ликвидировано десятки несанкционированных свалок. Вывозим грязь с... Ну, вот основные какие работы я ставлю, задачу сейчас освободить. Очистить тротуары, очистить газоны от мусора, привести в порядок газоны. Потом очистить дороги, прибордюрные полосы от грязи, просто грязи. Не чего-то там, пыли от грязи. Сделать ямочный ремонт, нанести разметку. Вот эта вот работа ведется еще слишком медленно. Вот объемы большие, по некоторым направлениям перевыполнили запланированное количество. Но все равно недостаточно. То есть здесь на эти цифры, вот вы, Илья, спрашиваете, назовите цифры. Да какая разница, какие цифры там повозили. Если человек едет на машине, едет на общественном транспорте, или просто идет по пешеходной дорожке и видит вокруг мусор, плохо, значит, вывозили, работать еще и работать. Погода, конечно, нам помешала. Это правда, объективная причина. Но как можно было делать работы по ямочному ремонту, асфальт класть, если дождь льет, снег выпадает? Как можно газоны приводить, если они просто... на них зайти нельзя, ну, потому что грязь. Это, конечно, мешает. Или, например, тот же песок при бордюрке. Его пылесосом-то собирать получается, а когда грязь, только лопатой. Других вариантов нет. И это, конечно... А начиналось все хорошо. 18 марта мы объявили месячник по благоустройству. Вроде как считали, погода позволяет. Но потом вот так вот все получилось. Сбой давал погоду. Вот, кстати, уточнение по вопросам бордюров и коляскам. Человек просит еще сделать широкий съезд, так много сдвоенных колясок. То есть чуть шире, чем обычно, видимо, делаются такие вещи. Вот такие вещи. Олег Александрович. Хорошо. Нет, ну, действительно, если такая сдвоенная коляска, двойня, вот таким семьям нужно особенно помогать. Пометили и эту проблему. Заговорили раз о дорожной разметке. Много, кстати, вопросов сегодня и о ней. Во-первых, просят там, конечно, какие-то конкретные сроки, когда мы уже увидим, наступила весна. А Константин еще спрашивает о том, что, может быть, сначала нужно отремонтировать дороги, чтобы дважды не рисовать разметку. Ну, видимо, сначала наносят разметку, потом проходят какие-то дороги. Работа восстановительная, да, и потом, соответственно, еще раз. И так бывает, надо признать, и так бывает. Ну, я призываю быть спокойными, и не, там, как дети малые, там, хочу-хочу. Как можно было наносить разметку, уважаемые нижегородцы, если идет снег, либо льет дождь? Ну, вы же все нафотографируете этот процесс, и журналисты с удовольствием будут обсуждать, вот они бестолковые опять, ладно, асфальт, они еще и разметку начали под дождем наносить. Если погодные условия не позволяли, ее и не делали, эту разметку. Она и так у нас держится, к сожалению, та, которая красками носится, не очень долго. Ее срок службы, три месяца, это по регламенту. Ну, и, конечно, надо было очистить дорогу, нужно было где-то ямочный ремонт сделать. Сейчас в плане у нас, сделаем, успеем, сейчас на круглые сутки перейдем, как только вот подсохнет, вроде сейчас в ближайшие дни будет сухо, ну, как сухо, 1 мая опять обещают дождь, утром у нас синоптики. Вот 29-30 апреля будем наносить разметку на основных магистралях. С 1 мая до 9 мая на 139 улицах города, на основных трассах разметку наносим. Мы все прекрасно понимаем, сами видим, что это, мягко говоря, не солидно в таком городе не иметь разметки на центральных улицах и мостах. Ну, вот погода пока не позволяла. А термопластик будем класть только летом, когда уже погода будет устойчивая, плюсовая, там больше, по-моему, 10 градусов должна быть температура асфальта. Что касается ремонта, да, на некоторых улицах не будем делать разметку, потому что она запланирована под капитальный ремонт. На некоторых улицах все равно нужно наносить разметку, потому что, в конце концов, это опасно, в конце концов, даже если летом, в июле-августе будут делать капитальный ремонт, ну, ничего страшного. Не ждать же этого периода времени без разметки. В общем, претензии принимаются, но и здесь нужно тоже так подходить к этому разумно. Говоря о претензиях, отдельная категория вопросов всегда бывает примерно следующего содержания. Вот как Валерий, например, пишет в группе «Нанрадио ВКонтакте», на прошлой неделе задавал вопрос по сломанному забору в сквере «Юбилейный», соответственно. У Дома 50-летия Победы, 4-5-1, действительно был такой вопрос. Соответственно, сетует человек, прошла неделя, ничего не изменилось. Какие вообще сроки для решения каких-то вопросов, подобных? Конечно, есть у нас определенные такие ожидания. Если обратились, сказали, что сделают, недели-то предостаточно для того, что сделали. Ну, конечно, это не так. Потому что, в конце концов, есть процедуры, вот тот же штакетник или ограждение. Там, скорее всего, поручения-то все даны, и может не сомневаться, что эта работа будет проведена. Но я практически уверен, что эта территория отмежевана перед домом, и вообще-то вопрос самого многоквартирного дома, и денег наверняка это еще и стоит. Пока администрация, это все-таки бюджет, выделить это средство, откуда-то их заберут, либо дополнительные направить, это все равно занимает время. Только что надо набраться терпения и дождаться, когда это будет сделано. Есть вопросы, которые моментально реализуются тогда, когда это в планах, когда есть на это средство, и просто-напросто забыли чиновники, их пришлось подпинуть для того, чтобы они это сделали. Ну, а в некоторых случаях принимаются решения, оформляются документы. Ну, вот это вот бюджетный процесс, никто не отменял. И за нами тоже, знаете, сколько желающих проследить, что мы там сделали, правильно или неправильно, больше, чем помощников, к сожалению. Звонки продолжают поступать, и сейчас очередной вопрос от нашего радиослушателя в прямом эфире ННРадио. Павел на линии. Павел, здравствуйте. Да-да, здравствуйте. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, Олег Александрович. Меня зовут Бут Павел Васильевич. Я звоню вам по такому вопросу. Мы уже третий год занимаемся развитием и популяризацией нового вида спорта у нас в России. Называем мы его флайсерфинг. Это такие летательные аппараты над водой. Может, видели или замечали. На грибном канале наверняка такое видно. Да-да-да-да-да, все верно, все верно. И мы как бы уже производим такие аппараты серийно. У нас уже образовалась своя шоу-группа. Мы выступаем во многих регионах России. У нас даже есть приглашения в другие страны, такие вот, как в Италию полетим. Полетим. И в Турцию вот на днях тоже приглашают. И мы что, вообще это как бы вид вот этого флайсерфинга, он как бы родом нижегородский. И мы как бы тренируемся, развиваем это направление, приезжаем когда в другие регионы, тоже говорим, что мы с Нижнего Новгорода. Но тренироваться у нас не получается где-то в черте города, потому что как бы использование гидроциклов запрещено, вот как таковое. И можно ли это как-то сделать, чтобы была какая-то поддержка, помощь в плане того, чтобы выделить какую-то территорию в районе города, чтобы мы могли там тренироваться, учить других людей. Потому что, в принципе, там даже 11-летний ребенок справляется с данной нагрузкой. А так как у нас уже опыт большой, но мы, конечно, в основном с 18 лет этим всем начинаем заниматься. Но мы планируем развивать и развивать это направление. И хотели бы, чтобы мы от лица Нижнего Новгорода это предоставляли. Павел Васильевич, я вот уточню, это что, флайсерфинг, это нижегородская какая-то придумка? Это вот когда вы, я так понимаю, встаете, строя воды такая? Да-да-да, то есть за счет реактивной тяги вылетает. А, да, это такая, смотрится... Эффектно. Эффектно, да, да-да-да. Понятно. Не знал, что есть проблемы с тренировками. Может, думаю, что да, сейчас посмотрим. Конечно, такие начинания нужно поддерживать, и если у ребят у вас получается, тем более интересы к этому, даже не знаю, как это, спорт или шоу назвать, аттракционов, интерес большой уже в мире, то давайте поддержим, давайте. Что касается мотоциклистов или, как их, скутеристов, это отдельная тема. Следить за ними должна специальная, у нас есть инспекция, в том числе и правоохранительные органы работают. Это когда начинают гоняться страшные люди, и сами бьются, и других под угрозу ставят. Я, к сожалению, прям видел несколько трагических ситуаций, и за ними, конечно, нужен самый строгий контроль. Мы постараемся, Павел, найти место для того, чтобы вам предложить для занятий. Вы обратитесь ко мне с официальным обращением, все-таки звонок звонком, но и официальный документ должен тоже пойти для того, чтобы мы вам эту территорию выделили. Будет обязательно помощь. Вопросы в группе НРадио ВКонтакте касаются частных перевозок. Иван пишет, просьба всех частников привести в порядок информационные щиты и подогнать их под один стандарт. Это как раз речь идет о том, что там на скотч клеят какую-то информацию. Некоторые вообще ездят без должной информации. На них какая-то управа есть, соответственно. Как-то можно их обязать? Какой-то единый стандарт соблюдать при этом? Маршруточники для меня, как вы уже, наверное, многие знаете, это целая отдельная история. Головная боль наша самая. В общественном транспорте есть самая главная. Не самое их серьезное порывонарушение – это отсутствие табличек. Состояние подвижного состава и методы движения на дорогах более серьезные проблемы приносят нижегородцам и вообще дорожному движению. Поэтому сегодня по этому поводу у нас было очень серьезное совещание, намечены очередные меры. Здесь, повторяю, только совместная работа с федеральными структурами, которые существуют, с областным правительством мы можем эту проблему решать. Но я повторяю, моя позиция следующая. Надо заканчивать эту историю, ничего хорошего не получается. На сегодняшний день будут более четкие законы, которые будут регламентировать ответственность перевозчиков за их нарушения. Не просто жители к нам обращаются, ну как же вы, городские власти, департамент транспорта у вас есть, наведите там порядок. А когда выясняется, что даже отменив им, отозвав у них право на перевозку, ничего с ними особенного не происходит, ездят как миленькие. Вот и отозвали. Так что отзовите еще десятка, тогда я вот с пониманием отнесусь к этому. Законы сегодня в этом направлении работают очень плохо. Общественный транспорт нужно развивать, укреплять, и он является альтернативой всем вот этим безобразиям. Я предлагаю перейти еще к тем вопросам, которые остались у нас в следующей части программы. Я напоминаю, что можно задать еще вопрос. 42 30 99 5 кнопка 5, телефон прямого эфира. Также и смс, портал номер его 8 930 8 0 9 0 9 9 5. Группа НН Радио ВКонтакте тоже к вашим услугам. Много вопросов. Все, конечно, не успеем задать, но какой-то части наших вопросов мы обязательно еще приступим. В эфире «Горячая линия с городначальником». Также напоминаю, что ознакомиться с ответами на вопросы предыдущего эфира также можно, зайдя в группу НН Радио ВКонтакте. Но Анастасия Любимова готова рассказать о том, что происходит на дорогах столицы Приволжья. Наша Нижегородская. Горячая линия с городоначальником. В прямом эфире глава администрации города Олег Кондрашов. 18 часов 54 минуты в Нижнем Новгороде. Вы слушаете НН Радио. В прямом эфире «Горячая линия с городоначальником». Друзья, я отсылаю нас к началу нашей сегодняшней беседы. Говорили о том, что вопросы политические какие-то мы сегодня, наверное, все-таки не обсуждаем в эфире НН Радио. Олег Александрович, такой вопрос к вам. Иногда возникают реплики наподобие проще обратиться к губернатору по каким-то вопросам, писать на сайт Валерия Павлиныча Шансова. Это вы честно скажите, это у вас написано сейчас в этом... В группе ВКонтакте, да. Вот у вас вот пропускаете, который... Конечно, губернатору эффективнее написать. Конечно, губернатор здесь сравнивать нечего. Ну, губернатор присылает мне же эти все обращения, но это уже будет на контроле еще и у губернатора находиться. Поэтому как людям удобнее для того, чтобы решить свою проблему, так они пусть и поступают. Есть еще вопросы, касающиеся других уже тем. Например, Семен спрашивает. Добрый день. Некоторые жильцы моего дома отгородили себе тросами часть парковки, где раньше все могли поставить свой автомобиль. Теперь туда нельзя поставить машину, даже если места свободны. Вот насколько это законно, как с этим бороться? Это не законно, абсолютно. Это абсолютно незаконно, и здесь не обязательно, я понимаю, такую проблему бороться самостоятельно. Здесь достаточно обратиться в районную администрацию, административно-техническую... Инспекция по административно-техническому контролю обязательно должна выйти, нарушение установить. Если найдут виновного, да, их оштрафуют, а вообще демонтируют они силами районных властей. И, возможно, ситуация только вот установки шлагбаумов, такие мы уже ситуации есть, когда совет многоквартирного дома, либо ТСЖ принимает решение, что заезд к дому будет регулироваться шлагбаум, получают на это соответствующие разрешения тоже от районной администрации, обеспечивают проезд специальных машин. И, пожалуйста, я абсолютно не против вот такой формы, которая, повторяю, при непомехе для проезда специального транспорта, и если эта территория отмежована, то есть себе люди ее взяли за эту территорию ответственность, спокойствие все таким образом могут гарантировать. Есть еще вопрос, который пришел к нам, опять же, группа НРАДИО ВКонтакте, но из Зеленого Города. Андрей спрашивает. Каждый год с приходом весны переполняется озеро из-за неработающего слива, и вода размывает дорогу. Каждый год пытается бороться с этими последствиями, но ничего не помогает, вода всегда находит свой путь через дорогу к жилым домам. Помогите, пожалуйста, решить проблему, иначе скоро от дороги ничего не останется. Адрес Зеленый Город, Агродом. Сегодня был в Агродоме, я так понимаю, что это дальше в детском саду, я места это не знаю, это проблемы тоже впервые слышу, я попрошу, чтобы глава администрации Нижегородского района доложил мне, что там происходит, и принял меры, чтобы этой проблемы не было. И традиционно, нашу беседу предлагаю завершить спортивной темой. Николай пишет следующее. Олег Александрович, с Кубком Харлама у вас и всех нас. Отличная молодежь Чайки, Тихомиров Человек-Стена. Будет ли Петри Скудра привлекать состав побольше молодежи, если действительно у нас такая талантливая молодежь? У нас случилось историческое событие, я не побоюсь этого слова. Впервые из-за истории Горьковского и Нижегородского хоккея мы добились такой победы. Вот у нас в 62-м году были серебряные медали чемпионата СССР, и с того времени мы таких серьезных побед не добивались, а это все-таки один из трех кубков, который разыгрывается ежегодно. Приехал в Нижний Новгород, и получили мы эту победу от того, откуда меньше всего ждали от нашей молодежки. Много было критики в последнее время относительно того, что молодежка наша не та, школа, хоккея Нижегородского уже не та. Смотрите, взяли и собрали такую команду, где, в принципе, таких особенно в начале звезд-то не было. Команда крепкая, такая, знаете, горьковская, нижегородская, мужики такие взяли, пусть юные мужики, но такие автозаводцы. И всех порвали, честно говоря, таких, кто-то видел эту игру со СКА или особенно тяжелая с Лока, но там же школы, там ребят в два раза больше. Не побоюсь, это прям сравнение в два раза больше. Тем не менее, боролись, причем не боялись, они тут пытались нас давить, я это наблюдал, кусались, молодцы. В конце концов, выиграли кубок, чемпионы, за это им просто земной поклон от всех нижегородцев, от болельщиков. Что касается привлечения ребят в команду большую, вы все должны, уважаемые нижегородцы, понимать, болельщики хоккея, любители хоккея, что разный, разный хоккей, взрослый и молодежный, конечно, к нему нужно быть готовым. Ребятам многим нужно пройти и высшую хоккейную лигу, попробовать себя в Сарове, но то, что мы и привлекали, у нас тот же Аляев, и Руденков, и Ильин, и Ямкин, в принципе, играли. Тот же Аляев забивал, вот он играет со СКА, а он с 19-46, а он совсем недавно в полуэфе играл с основным СКА, против Ковальчука играл. Так что, а Динамо в Москве забивал даже, поэтому ребята уже привлекаются, и на ближайшие предсезонные сборы они поедут в расширенном таком составе, и на Тихомирова, на Андрея мы рассчитываем, третий вратарь, он 100% у нас уже есть. Дальше будем смотреть, как будет, это такие вратарей, чуть попозже там выходит, ну, кстати, по-разному бывает. Ребят, мы обязательно будем использовать, это наш стратегический запас, нам без них, без нашей молодежки никак нельзя. Тут выбор такой, либо миллиарды от ресурса в больших снабжающих организациях, либо собственная молодежка. У нас с миллиардами не очень хорошо, поэтому будем на молодежь рассчитывать. Время нашей сегодняшней встречи истекло. Олег Александрович, ждем вас еще в студии ННР. Спасибо за вопросы, всего вам доброго, уважаемые нижегородцы, до свидания. Вставайтесь на волне ННР, эфир продолжит Анастасия Любимова, на выпуск новостей совсем уже скоро. ННРадио